3 августа 1995 года российский Ил-76 казанской авиакомпании Аэростан был перехвачен в воздухе истребителем и принудительно посажен в афганском Кандагаре. Семь летчиков из Казани стали заложниками движения Талибан. Это была первая серьезная террористическая акция талибов, о которой узнал весь мир. Все попытки России, Татарстана, ООН и США освободить экипаж оказались тщетными. И летчики вынуждены были провести их плену год и 13 дней, пока у них не появился шанс вырваться из афганской западни. Все начиналось так. Ил-76 казанской авиакомпании Аэростан вошел в воздушное пространство Афганистана и взял курс на Кабул. До пункта назначения оставалось 30 минут полета. В это время с аэродрома Кандагара на перехват российского самолета вылетел истребитель МиГ-21. Через несколько минут радист Ил-76 получил с земли приказ садиться. Так это зафиксировала запись радиообмена. Бокс 76842, вам посадка в Кандагаре. Зачем? У нас по плану посадки нет. Осмотр груза. Мы не можем произвести посадку. В следующий момент в хвосте Ил-76 уже оказался истребитель Талибан. Его ввел подполковник Гулям Дживанихан. Когда-то он проходил учебу в Советском Союзе, а затем в 80-е воевал вместе с советскими летчиками в Афганистане. Теперь он был на стороне талибов. Вылетая на перехват российского самолета, Гулям не знал, что экипаж Ил-76 окажется ему знаком. На связь выходит летчик-истребитель, с которым мы там познакомились в период прежних полетов в Кандагар. Спрашивает, Володя, это ты? Я. Борт-истребитель сзади МиГ-21. 200 метров сзади справа. Видишь? Не вижу. Значит, выполняйте разворот, захотите на посадку. Это приказ. Какого поворота событий никто из экипажа не ожидал. Командир принимает решение не торопиться с приземлением. Грузовой Ил-76 начинает кружить над аэродромом, имитируя посадку. Расчет был прост. У истребителя топливо всего на 40 минут полета. Значит, есть шанс уйти от преследования. Ил-76 делает первый круг над аэродромом. Но летчики замечают, талибы готовят запасной истребитель. Медлить нельзя. Решение пришло мгновенно. Ну, думаю, пока этот сядет, тот взлетит. Я по прямой, значит, уйду на Кабул. А курсом стою еще на Кабул. Инженеры дают команду на малый полетный газ поставить двигатели. И думаю, истребитель, раз он на хвосте висит, у него скорость больше. Он нас вынужден обойти, иначе он рухнет. Ну, он то ли зигзагом там летал, то ли еще как-то, то ли отстал от нас. Ну, не появляется впереди. Что скоростью мы уже потеряли очень солидную, ниже допустимую почти. Вот тогда, значит, видно этот маневр заметили, значит, команда, значит. Заходите на посадку. Последнее предупреждение. Открываю огонь. Летчики не поверили своим ушам. Кто-то из экипажа бросился к иллюминатору. Но МиГ-21 упорно преследовал свою цель. Это позже станет ясно, что Гулям Дживанихан вынужденно выполнял этот приказ. Ведь в заложниках у талибов была вся его семья. Девять детей и жена. Когда талибы, эти религиозные фанатики, взяли в Афганистане власть, он оказался одним из немногих классных летчиков, кто виртуозно владел техникой пилотирования и у кого был опыт ведения воздушных боев. Для него сбить Ил-76 не представляло никакого труда. Это знал и экипаж. Ил-76 пошел на посадку. Это схема полета российского самолета. Перехват произошел здесь, над пустыней Регистан. В то время средств радиотехнического контроля за воздушной обстановкой в Кандагаре не было. А без этого засечь и вести Ил-76 довольно трудно. Почти невозможно. Если, конечно, не располагать достоверными данными о времени пролета самолета. Движения «Талибан» вот такой широкой разведки не было. Вся разведывательная система «Талибан» находилась внутри Афганистана. Поэтому получить данные о пролете, времени, подлета, пролета, о той глиссаде, они не могли. Это могли дать только солидные спецслужбы. И этими спецслужбами могли быть там спецслужбы США, Великобритании и Пакистан. По всей видимости, «Талибы» знали не только о рейсе и маршруте, но и о Грузии. Экипаж Ил-76 авиакомпании «Аэростан» выполнял чартерный рейс из Албании в Афганистан с промежуточной посадкой в Объединенных Арабских Эмиратах. На борту самолета находилось около 30 тонн боеприпасов. 1200 ящиков с патронами к автомату Калашникова. Груз предназначался для афганского правительства. Все было законно. Патроны для автомата Калашникова не запрещены правилами международных перевозок. Поставку этих боеприпасов предусматривало и правительственное соглашение между Албанией и Афганистаном. У экипажа было разрешение на пересечение воздушного пространства Албании, Греции, Турции и Афганистана. В России об этом рейсе ничего не знали. Ни в Министерстве обороны, ни в МИДе. Российские государственные органы и российские административные органы ничего не знали. Об этом это было чисто коммерческое предприятие. И уже мы, Министерство иностранных дел, посольство России в Пакистане, в то время были поставлены перед фактом того, что это случилось. Ил-76 совершил посадку и вырулил на стоянку. Следом сел МиГ-21. Летчики заметили, как возле их самолета начали собираться вооруженные люди. Много вооруженных людей. В салон самолета зашли работники аэропорта. Начали осматривать груз. Причем делали это как-то странно. Их почему-то интересовал только один ящик с патронами. Они прямо к нему и направились в хвост самолета. Они зашли, то есть спросили, что у вас за груз. Мы говорим, вот амуниция, ящики. То есть показали им сопроводительные документы. Они вскрыли один ящик из таких типовых. И один у нас был ящик такой негабаритный. Как оказалось, там были снаряды 23 мм, по-моему, калибра. А остальные, по-моему, 7,62, то есть для автомата. Ну и дальше, то есть начали нам предъявлять обвинения в перевозке вот этой вот грузы. Как выяснится, в этом ящике оказались запрещенные для перевозки снаряды. На борт его загрузили перед самым вылетом. Скорее всего, именно в этот момент и произошла подмена. Около самолета появились местные жители, телевидение и пресса. Так начиналась первая громкая пропагандистская кампания никому пока неизвестного движения «Талибан». Семь летчиков из Казани стали заложниками талибов. На аэродроме у самолета начался митинг, готовый в любую минуту перерасти в кровавую расправу. Из соседних кишлаков там и прочих деревень потянулся народ там, то есть вот шуравей возят оружие, чтобы убивать мусульман-афганцев. Эти слова для людей, которым памятна еще совсем недавно минувшая афганская война, были своего рода призывом к активным действиям. Жизнь летчиков в тот момент висела на волоске. Недовольство талибов росло с каждой минутой. Было видно, что некоторые из них жаждут расправы и готовы расстрелять пилотов российского самолета на месте. Так бы и произошло, если бы летчики не нужны были талибам живыми. Меня повели на допрос. Собрались там афганцы с автоматами. Сидит в середине одноглазый талиб. Сам Муламар меня допросил. Ну, все выяснял, откуда груз, значит, кто его организовал, значит, все. А в это время экипаж незаметно связывается по рации с представительством своей авиакомпании и сообщает о случившемся. Эта информация по спецканалам поступает в Москву. Информация поступила по специальным каналам о захвате наших летчиков в Афганистане. Сразу была создана оперативная группа для принятия срочных мер по выяснению обстоятельств захвата. А главная, основная задача в работе этой группы ставилась освобождение летчиков. Об Афганистане и обо всем том, что с ним связано, через 6 лет после вывода советских войск ни в Кремле, ни в других ведомствах вспоминать не хотели. Не до того было. Уже вовсю бушевала Первая Чеченская война. Бои шли и в Афганистане. Движение «Талибан», захватив экипаж российского самолета, пыталось таким образом получить гарантию невмешательства России в развернувшиеся военные действия вокруг столицы Афганистана Кабула. В то время я был сотрудником МЧС, конкретнее департаментом международного сотрудничества, который решал все подобные проблемы, чрезвычайные ситуации, которые происходят за рубежом. В то время движение «Талибан» контролировало всю южную часть, с центром столицы, условно, своего движения в городе Кандагар. Как раз происходил штурм Кабула, то есть активные боевые действия вокруг него, то есть за контроль над столицей. Афганистана и, прежде всего, выход к северным территориям. Против «Талибов» воевал Северный Альянс, который возглавлял Ахмад Шахмасуд по кличке Лев Паншера. Именно Северный Альянс контролировал тогда незанятые «Талибами» территории на северо-востоке Афганистана. И именно ему предназначался этот груз. Мы обязаны были поддерживать законы правительства Северного Альянса и Ахмад Шахмасуда как министра обороны. Но почему-то делали и поддерживали, но почему-то делали это скрытно. Даже встречу министра обороны России маршала Сергеева. Вот я организовывал с Ахмад Шахмасудом. Вот ни одна встреча была. Но все это обставлялось такой скрытностью, тайной. Экипаж самолета не вникал в тонкости большой политики. Каждый из летчиков просто выполнял свою работу. И хотя этот полет и перевозка патронов не были согласованы с российскими властями, экипаж все-таки рассчитывал, что этот конфликт будет решен очень скоро. Но они ошибались. Первую ночь летчики переночевали в самолете. Вторые сутки они были вынуждены провести под открытым небом у своего Ил-76. В это время талибы решали, как быть дальше с захваченным самолетом и экипажем. На третий день летчиков под дулами автоматов насильно посадили в машины и повезли в неизвестном направлении. Экипажам ничего не объясняли, только сказали, теперь вы гости. Пленных летчиков поместили в пристройку к гостевому дому губернатора Кандагара, расположенного в 50 километрах от аэродрома. Выставили круглосуточную вооруженную охрану. У нас общая стена с казармами была. Сверху по крыше и по стене казармах охранники ходили все время. Они менялись там каждый месяц или три месяца. Надежда на скорое освобождение рухнула в одночасье. Летчикам сказали, что их будет судить шариатский суд. Это означало верную смерть. У тюрьмы постоянно собирались боевики движения «Талибан» и требовали расправы над русскими. Иногда сюда наведывались местные жители, для которых это было что-то вроде экскурсии. Чтобы сломать нашу психику, каждый день по две-три делегации приходили. Талибов, которые в свое время воевали с Советским Союзом, с нашими войсками. Приходили без руки, без ноги там. Приводили маленьких там ребятишек тоже там. Или нога, нога оторвана там, или рука. То есть вот, говорили, вот видите, это все вы сделали. Это ваш странный сделал. И вы должны ответить. Потянулись долгие месяцы заточения в доме с крошечным внутренним двориком, окруженным трехметровым забором. От жары и бездействия можно было сойти с ума. Каждый день летчики набирали из колодца протухшую воду и поливали пятачок перед своим жилищем. Так они спасались от палящего афганского солнца. Супали мы. Вначале на цементном полу, на голом полу. Ну, приносили так, поесть. Ну, вот, допустим, на семерых 4-5 картофелей. Ну, и там какой-то жир. Кость. Ну, барань. Жир, немного мяса на косточке. На 7 человек. Эти фотографии были сделаны в первые дни плена. На них видно, в каких условиях пришлось жить казанским летчикам. Естественно, ни о каком гостеприимстве речи не было. В этом убедились и члены делегации из Татарстана, которые приехали сюда через 5 дней на переговоры с Шурой, с советом, руководившим движением «Талибан». Мы прилетели в Кандагар. Начали переговоры. Переговоры шли очень трудно. Не вся Шура была на месте. Была только какая-то часть. И самое удивительное было в том, что мы, ну, допустим, где-то с полчаса, 40 минут поговорили. После этого они, руководители Шуры, встали и сказали, все, все понятно. Они преступники, они должны отвечать по закону. Мы не имеем права вот их не пускать. Делегацию принимали какие-то мелкие руководители талибов. Было ясно, никто из них не собирается конструктивно обсуждать вопрос. Они согласились на встречу лишь для того, чтобы выдвинуть свои требования. Условием освобождения гостей, иначе талибы пленных летчиков и не называли, было освобождение Москвой 6 тысяч афганцев, якобы насильно удерживаемых в России после афганской войны. Дипломаты вернулись в Россию со списком захваченных маджахедов, которые предстояло еще проверить. Мы эту работу провели, и КГБ нашей республики принимало огромное участие. Посмотрели все списки, выяснилось, что они голословны совершенно, что этих людей на территории Российской Федерации нет. Дали официальный ответ, мы отвезли официальный ответ, и потом решение, потом ждали еще в течение, ну, скажем так, почти месяца, что шура ответил. Но ответа так и не последовало. А на следующих переговорах талибы даже и не вспомнили о своем первоначальном требовании и выдвинули новое. Теперь Москва должна была перестать поддерживать законное правительство Афганистана и перестать оказывать содействие его министру обороны Ахмад Шахмасуду. То есть отказаться от своих интересов в этом регионе. Я думаю, что это было выгодно объективно Пакистану, который однозначно поддерживал талибов против Северного Альянса. И то, что в определенной степени, я думаю, те или иные пакистанские или политики, или военные, или представители спецслужб контактировали с талибами и обсуждали с ними эти вопросы, у меня в этом нет никакого сомнения. Российское внешнеполитическое ведомство совместно с руководством Татарстана обратились за помощью к президенту США, премьер-министру Пакистана, руководству Талибан, но безрезультатно. Время шло, отдела тонуло в переписке. Я и напрямую обращался к руководителям непосредственно первым лицам, начиная с президента Соединенных Штатов, и Саудовской Аравии, и Арабских Эмиратов, Ирана, Пакистана. Несмотря на несговорчивость талибов, с ними все же удалось установить неофициальные контакты. Этим и воспользовались дипломаты, и предложили решить вопрос об освобождении экипажа за выкуп. Мы одновременно предлагали, безусловно, гуманитарную помощь. И мы могли это сделать и в более больших объемах. Мы к этому были готовы, но это их особо не интересовало. Одновременно работа велась и в других направлениях, включая и возможность выкупа. Переговоры об освобождении экипажа за деньги велись в условиях строжайшей секретности, поскольку не все руководство талибан знало об этом. Речь шла о нескольких миллионах долларов. И когда все уже было согласовано, необходимые деньги были выделены из бюджета России и переправлены в Арабские Эмираты. Начался заключительный этап операции. Но в последний момент талибы отказались от денег. По некоторой информации они просто не смогли их поделить. Теперь талибы хотели одного, чтобы с ними вступили в контакт на высоком государственном уровне. Был такой переломный момент. В декабре месяц мы должны были отпустить ребят, так как с Шурой мы договорились, ну, с этим советом талибанов, о том, что они будут отпущены. Но, к сожалению, вступил в дело господин Козырев тогда, министр иностранных дел. Он сказал, что он лично поедет, встречает ребят в Кандагар. А личная поездка, это значит признание вот этого режима. Я не знаю, зачем он это сказал. Ну, в общем, когда я приехал, сказал, ну, вы обещали 26 числа отпустить ребят. Мне сказали, извини, мы их отпустим, если приедет министр иностранных дел Российской Федерации, который заявил о том, что он должен сам. Козырев так и не приехал. И все осталось по-прежнему. Однако вскоре талибы стали проявлять интерес к захваченному самолету. Не исключено, что они хотели использовать Ил-76 в военной операции против Кабула. Но эксплуатировать самолет они не могли. У них не было специалистов, которые бы знали эту машину. И через некоторое время командиры и двух ведущих инженеров повезли на аэродром к самолету. Они нас познакомили с русскоговорящим командиром Як-40, Як-Кабула. И он нас попросил запустить двигатель на Ил-76. Ну что мы категорически отказались и сказали, что прежде чем запускать нужно. Во-первых, он два месяца стоял, два-три месяца нужно осмотровые работы делать. А во-вторых, запускать нужно только в составе экипажа. Этим-то и решили воспользоваться пленники. Летчики поняли, это шанс, чтобы совершить побег на собственном самолете. С этого момента они жили только этим. Больше им не на кого было надеяться. Только на себя. Все начали прикидывать, когда он добежит до истребителя, как он залезет, как он запустит. Ну, сколько у нас фору будет. Пилоты говорят, какую мы скорость будем держать. Я говорю, какой курс будем держать. У нас была карта, вычислили координаты, куда лететь. Зашифровали их. Я себе раздал и радисту. Ну, связь вспомнили, частоты. Сегодня, перечитывая свои дневники, командир корабля Владимир Шарпатов вспоминает, как однажды среди ночи экипаж разбудили автоматчики, посадили в машины и повезли в неизвестном направлении. Думали на расстрел. Оказалось, что наши журналисты тут сказали на весь мир, что правительственные войска наступают в Кандагар, взяли город Кашкарга, находится в 70 километрах от Кандагара. Наступление ведется с целью освобождения российского экипажа. Ну и талибы стали нас перепрятывать. Талибы отбили наступление Северного Альянса и пленников привезли обратно. После этого случая летчики написали письмо в Москву, в котором давали свое согласие на силовое освобождение и брали на себя ответственность за исход операции. Мы сами по собственной инициативе написали, каждый подписался. Мы согласны к силовому освобождению. Это письмо тайно переправили в Москву. Но в штабе по освобождению придерживались других вариантов, пытаясь всячески отговорить летчиков от необдуманных действий. Так было, когда экипаж впервые заговорил о побеге на захваченном самолете. Эту информацию приняли к сведению и тут же засекретили. Эта информация, ее просто запрещено было в каком бы то ни было вообще виде упоминать и обмениваться. Потому что любая утечка привела бы к гибели людей. Поэтому эта информация не обсуждалась никак и не передавалась, тем более по налаженным каналам связи. Вскоре стало понятно, что летчики не намерены отступать от своего плана. И тогда в Москве негласно принимается решение о помощи летчикам в подготовке побега. Правда, было одно непростое обстоятельство. Ответственность за исход операции на себя никто не взял. Единственное, что могли сделать в штабе на тот момент, это создать необходимые условия для совершения побега, и не более. Остальное зависело только от самих летчиков. К этому времени состояние здоровья у некоторых из них стало заметно ухудшаться. Остров стал вопрос о медицинской помощи. В Москве в экстренном порядке создают оперативно-медицинскую группу, которая спецрейсом вылетает в Кандагар для оказания помощи летчикам. Российские спецслужбы получали непосредственный контакт с экипажем, что позволяло держать ситуацию под контролем. В составе медицинской группы высококлассные специалисты. Среди них известный врач-психиатр, профессор Зураб Кикелидзе. Именно ему было поручено оценить психическое состояние каждого из летчиков. Моя часть операции, когда я уже приехал туда, и уже должен был заниматься этими людьми, оценить их психическое состояние, максимально поддержать их внутренний дух, чтобы эта группа людей опять оставалась командой. Медикам предстояло выполнить еще одну важную задачу – взять анализ крови у пленных летчиков. Это позволило бы точно определить их общее состояние. И это нужно было сделать в условиях, когда каждый шаг, каждое движение медиков контролировалось вооруженными охранниками. Прятать эту кровь не имело смысла, наоборот, надо было куда-то на очень видное место. Ну, самое видное место – это наружный карман верхний, левый. Вот он там у меня лежал. И вот в таком виде эту кровь мы привезли сюда, получили соответствующие результаты. И это нам помогло определить их общее состояние. Уникальность операции была в том, что впервые медикам удалось взять кровь для анализа у людей, находящихся в заложниках. Вот медицинское заключение о состоянии здоровья летчиков. Медики пришли к выводу, что у всех членов экипажа хронический стресс. Они раздражительны и агрессивны, не могут нормально спать и питаться. Все это могло привести к тяжелым заболеваниям. Необходимо было вернуть людей до стрессового состояния. Тут-то результаты анализов крови и пригодились. Был разработан план действий в отношении каждого летчика. Правда, времени на его выполнение катастрофически не хватало. Но медикам удалось привезти к пленному экипажу спутниковый телефон президента Татарстана и установить прямую связь. Каким-то чудом протащить спутниковый телефон, уговорить уболтать талибов, но просто что не было в тот момент главного охранника. То есть вроде бы с этим Абдуразаком договорились. Тот охранник, который сидит на Дувале, он вообще не представляет, что это за агрегат. Я разворачиваю во дворе эту спутниковую связь. Это не сейчас, как спутниковый телефон. На эти маленькие, компактные, там можно, в предзапазах, а еще такая. Инмар-Сатэм, там, Сатурн. Огромный чемодан, килограмм тридцать весом. Антенна такая, можно испугать, как секретное оружие. Но, тем не менее, ребятам удалось поговорить с домом. Как у тебя здоровье? У меня все хорошо, у меня все нормально. Ты за меня не волнуйся. Он очень радостный, под подушкой прячет, это письмо держит, твои фотографии все тоже. Но сказал, что ты ему бородатый не нравишься. Когда сменился начальник охраны, пленники уговорили его отвезти их на аэродром для техобслуживания самолета. И через некоторое время все семь летчиков в первый раз оказались в самолете. В первый раз у нас задуманное не удалось, потому что слишком их много было. Там практически два автоматчика было наверху, в кабине экипажа. Один у штурмана и у грузовой человек два-три. То есть если бы какая-то попытка была, бы они нас расстреляли. Тем более были очень такие опытные люди, которые в черных таких одеждах, говорят, якобы это тип нашего спецназа. Охранники не отступали ни на шаг. Талибы действительно хотели, чтобы Ил-76, этот дорогостоящий трофей, работал на них, а не превратился в груду металлолома. Экипажу удалось подготовить Ил-76 к полету, проверить работоспособность систем самолета, двигателей, оценить обстановку на аэродроме. Весь год самолет стоял заправленный горючим, и летчикам разрешили даже совершить маневр по взлетной полосе. Вы смотрели, в каком состоянии зенитки, истребители у них. Очень много было охраны, несчестно между нами согласовано было. Я взлетать не стал. Правда, в процессе руления лопнуло колесо. Это появился повод проситься снова на самолет, так как запаска и подъемники у нас с собой были. Трудно было покидать самолет. Однако эта поездка на аэродром позволила еще раз все тщательно продумать и просчитать. Теперь оставалось только ждать. Этот день настал неожиданно. 16 августа в пятницу ранним утром экипаж разбудила охрана и велела собираться на аэродром. Летчики поняли, вот он, шанс. В пятницу у мусульман выходной, и в связи с этим на аэродром летчики поехали без многочисленной охраны. Их сопровождали только два автоматчика и начальник караула. Подъезжаем к самому зданию, там к шлагбауму. Талибы ходят, ходят местные работники. Нас узнают те, кто у нас самолеты разгружали. Проехал мимо, так сказать, начальника их авиации, Гулям, который нас посадил. Он так только из машины кивнул. Дождались у шлагбаума, пока привезут от самолета ключи, аккумуляторы. И потом проехали на самолет. Эта встреча на контрольно-пропускном пункте с Гулямом еще больше обнадежила летчиков. Хотя каждый из них в глубине души переживал. А вдруг не получится? Не подведет ли самолет? Теперь дело за командиром экипажа Шарпатовым. Именно он должен был дать условный сигнал к побегу. Решили, значит, взлетать будем в любом случае, потому что неизвестно, появимся ли мы еще раз все вместе на самолете. Нас всем забыли. Взлетать будем. Перебьют так перебьют, разобьемся так разобьемся. Все члены дали согласие на это, стали готовить. Летчики стали менять колесо. Главное – выиграть время. Дождаться, чтобы солнце оказалось в нужной точке, чтобы было проще взлетать. Палящее солнце должно было скрыть курс Ил-76 и значительно затруднить преследование. Стояла жуткая жара, а пленники все ковырялись и ковырялись в машине. Когда колесо было заменено, начальник охраны было уже собрался отвезти пленников обратно. Но летчики убедили его, что желательно провести и другие работы на самолете. Тот с неохотой дал согласие на запуск двигателей. Я начал запускать. Температура высокая, самолет большой. И, короче, двигатель не запускался. Он пооборот. Мы несколько запусков сделали. И говорим, что сейчас надо дать минут 30. Может, час охладиться. В это время радист Юрий Вшивцев связался с представительством в Шарджи и назвал кодовое слово, которое означало, что экипаж находится на борту самолета и готов к вылету. Дождавшись, когда надзиратели отправятся на молитву, летчики поднялись на борт самолета. Вместе с ними в Ил-76 зашли трое охранников. Командир корабля отдал приказ бортинженеру запустить двигатели. Удалось это только с третьей попытки. Убедившись, что их действия не вызывают у охраны никаких подозрений, командир приказал инженеру закрыть грузовой трап, расположенный в хвостовой части самолета. Когда стали запускать двигатели, вот начали поднимать рампу, закрывать грузолюк, у нас ВСУ опять выключился сам. Но уже к этому времени у нас, по-моему, я уже не помню, один или два двигателя были запущены, и от этих двигателей мы запустили остальные. Остальные двигатели пришлось запускать уже на ходу. Ил-76 начал разбег прямо с рулежки. Малейшая неточность в управлении, и самолет мог выскочить на минное поле. Разморенные жарой афганцы подвоха не заметили. Думали, что, как и в прошлый раз, экипаж сделает круг и вернется на прежнее место. Да к тому же уж слишком большой наглостью было бежать с вооруженной охраной на борту, да еще под прицелом готовых к взлету истребителей. А вот охрана аэродрома, разгадав замысел летчиков, всполошилось. Рядом в Соронке Урал стоял, наш советский ОПА. И они поняли, летчик побежал в сторону истребителя, начальник тюрьмы, в нашу сторону, к самолету, а один побежал. Ну, я так краем глаз только видел, к этой машине, чтобы перекрыть дорогу. Ну, тут по газам командир. И мы прям где-то в середине полосы, что ли, начали взлетать. На большой скорости Ил-76 выскочил на взлетную полосу и развернулся. В этот момент самолет так сильно накренился, что крылом чуть не задел землю. Казалось, еще немного, и шасси, не рассчитанные на такую нагрузку, не выдержат. А в это время на перерез самолету мчались Урал и автобус. Мы несемся, значит, а слева нам несутся вот эти две машины. И в момент, когда посекали центральную рулежку, они уже под крылом у нас были. Ну, еще на полсекунды буквально впереди. Самолет долго не мог набрать скорость и оторвался от земли буквально в конце взлетной полосы. В этот момент отказал руль высоты. Командир включил резерв, и самолет подчинился действиям пилота. Тут опомнились охранники, находившиеся в самолете. Они передернули затворы автоматов. Счет пошел на секунды. Я снял наушники, бросил на пульт, разворачиваю, хожу, говорю, Рахмутула, Рахмутула, сейчас мы и сядем, успокойся. Этот, который у них постарше был, он уже в кабину с этим автоматом. Я показываю, и вот я большим пальцем раз у него рожок и отстегнул. Рожок отстегнул он на него. И тут уже и пшистов встал, и, короче, начали их уже валить. В этот момент командир по условному сигналу резко направил машину вверх. Сделал горку. И охранники не удержались на ногах. Летчики на них набросились. В самолете завязалась драка. Самолет, правда, швыряет вверх, нет. Рязанов на талибе сидит и подпрыгивает, как мячик с ним. Асхар, Газинор, Юра, они все там где-то. И каждый старается, кто за горло, кто за руку, за ногу заламывает, закручивает. Командир веревку кидает, вязать. Охранники пришли в себя уже обезоруженными и связанными по рукам и ногам. А в это время, когда самолет еще находился над Кандагаром, охрана аэродрома безуспешно пыталась найти пилота-истребителя. Был выходной, и Гулям Дживанихан уехал в город. Ил-76 еще долго летел на малой высоте, чтобы его не запеленговали локаторы талибов. К тому же летчики знали, на такой высоте практически невозможно атаковать самолет с земли переносным зенитно-ракетным комплексом. При этом, правда, Ил-76 вполне мог врезаться в сопки. А я как 50 метров набрал, так и иду, значит. Вот, правда, барханы там, селения, я их раз приподнимусь, облечу. А надо сказать, что в Афганистане очень много смерчей столбы такие стоят в пустыне. Смотрю, смерч, нас перевернет экипаж там. Я раз-раз облетел его, значит, дальше летим. Взлетный режим, наверное, минут 20 не убирал. На максимальной скорости, в ужасной болтанке, невероятными усилиями удерживая штурвал, командир все дальше и дальше уводил самолет от Кандагарского аэродрома. Каждая минута, проведенная в воздухе, означала для летчиков маленькую победу. А в это время на аэродроме спешно готовили к взлету дежурный МиГ-21. За штурвалом был не такой опытный пилот. И когда истребитель вырулил на взлетную полосу, он наехал колесом на осколок от снаряда. Это спасло экипаж Ил-76. И только через 20 минут талибы смогли поднять в воздух второй истребитель. Истребитель взлетел, выходит на связь и вызывает хитреть начал. Дурачков, видно, искал. Илюшин, какой твой номер? Ну, если бы мы ответили, тогда пеленгатор сразу бы направление на самолет указал. Ну, мы молчим, конечно. Но мы даже такую мелочь учили, что вот на абонентском щитке внутри кабины перешли из положения радио в положение внутренней связи. Потому что у Шурмана у радиста есть тангента, такая педалька, на ее надавишь, ну, допустим, в борьбе там кто-то надавил, значит, пеленг сразу бы выбросило. А когда в положении внутренней связи, то уже тангента не сработает. Талибы были уверены, Ил-76 взял курс на Россию. Но летчики обманули преследователей. Экипаж решил уходить через пустыню к иранской границе и затем уже по знакомому маршруту на Арабские Эмираты. Единственное, что требовалось от экипажа, это получить разрешение на пролет через воздушное пространство Ирана. Ну и к этому летчики были готовы. Предварительно, когда еще за месяца два до этого, я попросил, чтобы менеджер привез номера рейсов и разрешения, хотя бы номера рейсов, там Ан-12 летали на Джулабад, и их сажали в Кандагаре на досмотр. Ну, а разрешения были у них на месяц, на два. И вот эти разрешения привез, я их переписал Юре и себе. И один из рейсов подтвердили просто в офисе. Полетите этим рейсом. Ил-76 взял курс на Арабские Эмираты. Через некоторое время самолет благополучно приземлился в аэропорту Шарджи Объединенных Арабских Эмиратов. Сохранилась видеозапись, на которой запечатлен этот момент. Ил-76 касается посадочной полосы, гасит скорость и выруливает на стоянку. Первыми в Ил-76 ворвались полицейские. Полицейские надели на связанных талибов наручники и вытолкали их из самолета. А летчиков уже радостно обнимали их российские коллеги. Первые минуты после побега. Уставшие, но довольные, они наперебой рассказывают о том, что происходило всего два с половиной часа назад. В возможность самостоятельного побега летчиков многие тогда не верили. Поговаривали, что этот талибан в обмен на определенные услуги тайно договорился с российскими спецслужбами и дал возможность экипажу бежать. Поверьте, я могу судить по реакции наших официальных ведомств. Неожиданным этот побег оказался для МИДа, неожиданным оказался для ГРУ, для службы внешней разведки. Для всех он оказался неожиданным. И я вот был свидетелем, что действительно все пытались тоже разобраться. И потом даже, ну такая неофициальная комиссия, даже совещание. Вот пытались изучать опыт этой операции, значит, до деталей. Вот. Исследовать и так далее, как это удалось возможно. В родной Казани летчиков встречали цветами. У трапа самолета близкие и друзья. А через три дня в Москве премьер-министр Виктор Черномырдин вручил летчикам высокие правительственные награды. Командир экипажа Владимир Шарпатов и второй пилот стали героями России. Остальные были награждены орденами мужества. И теперь, спустя 10 лет после побега, летчики, собираясь с семьями, вспоминают тот день, когда им удалось вырваться из афганского плена. За то, чтобы мы вот эти традиции не нарушали, продолжали встречаться, и чтобы вспоминали эти события так, чтобы у нас было на душу так хорошо. Тот год и 13 мучительных дней на чужой каменистой афганской земле остались где-то далеко в памяти отважных летчиков.